Всем привет, друзья! Сегодня 17 августа и я со своей семьей и друзьями едем на отдых в туристический комплекс парк Рост-Лаб, который находится в Харьковской области, в селе Гайдан. Это примерно 50 километров от центра Харькова. Что касается самой дороги, то самые убитые участки трассы от Харькова до Змеёва уже отремонтировали. И в целом от Змеёва до самого парка Рост-Лаб, буквально пару километров. Ну да, друзья, хоть я и занимаюсь профессиональной организацией, тем не менее, один раз мы с семьёй выбираемся на отдых в нашу украинскую базу отдыха. Сразу хочу вас предупредить, если вы собираетесь бронировать в хороший номер, в хорошей базе отдыха, то делать это нужно минимум за месяц. А если это касается выходных дней и в летний период времени, то лучше это делать за два месяца. Хоть нам и повезло, мы забронировали два номера чуть меньше, чем за месяц. Так, значит, забронировали мы две категории номера, Deluxe и Luxe. И это значит, что в этом видео я постараюсь вам показать оба эти номера. Сразу хочу поделиться с вами приятной новостью, что кто-то из наших подписчиков выиграет один из подарков от канала PSN Trail. До этого нужно посмотреть это видео, значит, обязательно подписаться на наш канал PSN Travel. Сначала код подписки внизу под видео. И в конце видео вы узнаете, что нужно сделать для выигрыша. Так что, друзья, давайте же посмотрим, как выглядит наш украинский улынк влюзилл в парк Росклабит. Итак, начнем с обзора номера. Нам достался номер категории Luxe, а наши друзья взяли себе номер категории Deluxe. Сейчас вы видите наш номер Luxe. Это номер 13. Его особенность в том, что он имеет две полностью раздельные комнаты. Это очень удобно в нашем случае с двумя детьми. В номере есть вот такой вот диван, хоть он и кажется огромным, но двоим взрослым спать на нем будет тесновато. Еще есть вешалка для одежды, тумбочка для обуви и сумок, чайный набор, зеркало со столом и стулом, холодильник, хоть и небольшой, но для пива как раз подойдет. И даже есть отдельный кондиционер. Во второй комнате расположена кровать French Bed, кстати тоже не очень больших размеров. Рулетку я не брал с собой, но если смотреть на нее вживую, то это очень заметно. Есть две тумбочки, журнальный столик с двумя стульями, шкаф для вещей. В нем находятся одноразовые тапочки, два халата, два полотенца для бассейна и пару пледов. А на самой кровати был аккуратно сложен весь набор полотенец для ванной комнаты. Ну и естественно в номере есть телевизор, но мы его так ни разу и не включили за все время пребывания в парк Росклады. Также в этой комнате есть отдельный кондиционер. Санузел просто огроменный. Друзья, тут у нас есть вот такое вот джакузи. Примерно полтора часа в него набиралась вода. Вот только само джакузи это не работает. Но лично мне вполне достаточно и душа. Есть гель и шампунь. Но почему-то по запаху и цвету в обоих дозаторах мне показалось содержимое одно и то же. Не знаю, может такая картинка была просто только в нашем одном номере, а в других было все в порядке. В общем друзья, напишите пожалуйста в комментариях, как у вас было с этим вопросом. Дальше почти все стандартно. Умывальник, зеркало и фен. И отдельно хочу отметить, один из самых важных элементов, это то, что в номере отлично работает Wi-Fi. Мне для работы и серфинга в Facebook просто с головой хватило. Пойдем дальше. А вот так выглядит номер категории Deluxe, который выбрали наши друзья и уже успели распаковать свои вещи. Это четвертый номер. Как вы видите, его отличие не существенно. Просто нет перегородки. За счет чего номер кажется большим. Хоть площадь у этих двух номеров одинаковая. 40 метров квадратных. И в этом номере только один кондиционер. Все остальное, условно говоря, полностью одинаковое с номером категории Luxe. Что касается качества номеров. То качество мне понравилось. Не все эконом пятерки Турции могут похвастаться таким номером. По стоимости одна ночь в номере категории Deluxe и Luxe составляет 1800 гривен. Дети до 7 лет размещаются бесплатно. За доп. место за каждого последующего взрослого нужно доплатить 650 гривен. Теперь о питании. В стоимость номера входит питание по типу шведский стол. И кстати, это наверное единственный туристический комплекс в Харьковской области, который работает по такому типу питания. Друзья, если вы знаете информацию о других базах отдыха с таким типом питания, напишите пожалуйста это в комментариях под видео. Я думаю такая информация обязательно кому-то пригодится. Ну что же друзья, вот он украинский шведский стол. Вот так он выглядит в парк Рост Клабе. Ну и непосредственно сама атмосфера в ресторане. Итак, ужин. Время ужина с 19 до 20 часов вечера. На ужине у нас было пицца, рифтели, куриные отбивные, куриные колбаски, плов, гречка, картошка. Из овощей огурцы, помидоры и салат. Из фруктов, нарезанные яблоки и грейпфрут. Из сладкого, печенье и рогалики. Также еще был творог с изюмом. И какое-то желе. Из напитков, по-моему, только лимонад и чай. Друзья, а сейчас вы видите на своих экранах, как выглядит завтрак в парк Рост Клабе. Значит, время завтрака с 9 до 10 часов утра. И, кстати, на завтраке образовалась небольшая очередь. Я так понял, это было за блинчиками. Но она быстро разошлась. Меню на завтрак. Оладьи, блинчики, два вида колбасы, сыр, порожная запеканка, яйца, тосты. Из овощей помидоры и огурцы. Так было нарезанное кусочками сливочное масло. Было пару видов хлопьев. И, конечно же, к ним молоко. К блинчикам были творог, пара видов варенья и згущённое молоко. Из напитков. Заварной кофе из кофейного аппарата. Растворимый кофе из чайника. Чай из чайника. И лимонад. Дальше я хочу показать вам, как выглядел обед. Значит, время обеда с 13 до 14 часов. В меню было суп, борщ, свекольник, картофель, макароны и натертый сыр. Рис с овощами, рыба в томате, сосиски и, по-моему, ещё были куриные отбивные, но я их так и не попробовал. Из овощей огурцы, помидоры, салат, капуста, морковка, маринованный горошек и кукуруза. По фруктам. Было всё нарезное. Это апельсин и грейпфрут. Сладкое. По-моему, было только печенье. По напиткам. Значит, лимонад, узвар. Чай. Чай каркаде. И особой похвалы в ресторане, в парк Росклаб, заслуживает хлеб. Я так понимаю, это у них собственная выпечка. И он действительно очень вкусный. Итак, мои выводы по питанию. Друзья, вполне нормальное питание. Большого изобилия блюд нету, но в количестве всем хватает с головой. Если какое-то блюдо заканчивается, его сразу пополняют. В целом, это как у среднестатистических трёхзвёздочных гостиницах Турции. Некоторые туристы называют такое «глодными не будешь». Друзья, лично я считаю, что за такую цену в Украине, это отличное питание. И поэтому говорю в этом видео, всем сотрудникам кухни большое спасибо. Всё было очень вкусно. Теперь о самом ресторане. Для посещения ресторана установлен дресс-код. То есть просто в плавках и купальниках теоретически вас сюда не пустят. Также есть некоторые правила. А именно, запрещено выносить еду из ресторана и приносить свои спиртные напитки в ресторан. Режим работы указан при входе. А также эта информация есть в инфолисте. Ресторан большой и имеет открытую и закрытую часть. В закрытой части работает кондиционер. Так как все гости не могут разместиться на террасе, то некоторые кушали в закрытых залах ресторана. В закрытых частей ресторана их несколько. Основной банкетный зал и по-моему еще есть караоке-бар. Интерьер этих помещений интересный и выглядит очень красиво. Вся мебель и ремонт имеет свежий вид. То есть тут реально чувствуешь уют и комфорт. Для совсем маленьких гостей есть специальные детские стулья. Но мне больше всего понравилась терраса. В некоторых ее частях открывается очень живописный вид на лес. Вот только чтобы занять это место, нужно приходить первым на открытие ресторана. Либо ждать пока освободятся эти места. Обслуживающий персонал. Вежливый, приветливый. Моментально реагирует на все просьбы. Одеты всегда в чистой корпоративной форме. Стараются вовремя убирать всю брязную посуду. И поддерживать чистоту в ресторане. Друзья, дальше я расскажу вам по инфраструктуре и зданиям комплекса Park Rost Club. Значит, на территории есть здание ресепшн. Это первое здание, которое вы встречаете, как только въезжаете на территорию Park Rost Club. Дальше. Основной корпус, который расположен рядом с бассейнами. В этом корпусе находятся наши номера категории Luxe и Deluxe. Всего корпус 11 номеров. С обратной стороны корпуса расположена парковка для автомобилей. Вот только пользоваться ней, по-моему, можно по особому разрешению администрации. Тихий корпус расположен дальше всего от бассейна, примерно 400 метров. В этом корпусе есть номера просто меньше по площади, с максимальным размещением в основном до двух человек. Перед корпусом Тихий расположены 12 коттеджей, состоящих из домиков финского типа. Эти коттеджи также находятся удаленно от бассейна, примерно в 300 метрах. Кстати, только в этих домиках есть встроенная кухня с электроплитой. Дальше. Есть еще какие-то два корпуса хостел, но территория возле них выглядела как-то недоведенной до ума. И у меня такое мнение, что эти корпуса еще просто не готовы к работе. Сейчас вы видите их как раз в видео. Два больших одноэтажных здания. Есть спортзал, но он еще не работает. Находится по пути в корпус Тихий, примерно 220 метров от бассейна. Есть детский клуб Мишкин дом. Ресторан тоже находится по пути в корпус Тихий, примерно 370 метров от бассейна. Сюда наши дети так и не попали, так как не было особо потребностей, да и времени. Ресторан я вам уже все рассказал. Расположен он рядом с бассейном. Рядом с рестораном находится детская площадка, батут, гамаки для тихого отдыха, а также два волейбольных поля. Также рядом с детской площадкой расположен, условно говоря, мини-зоопарк, в котором есть пара козликов и несколько овечек, а также один из серых кроликов. На территорию этого мини-зоопарка можно сходить через калитку и даже погладить этих животных. Еще есть настольный теннис, но мы в него не играли. Ниже, за вторым волейбольным полем, расположен конференц-зал. Он, естественно, был закрыт, поэтому посмотреть мы могли только снаружи. Ниже за бассейном находятся беседки, некоторые из них с мангалами. В условиях сказано, что если вы бронируете 4 и больше номера, то вам предоставят в пользование одну беседку со всем кухонным инвентарем. Выше бассейнов расположена вот такая вот баня из сруба. По стоимости мне озвучили 300 гривен в час. Ну и самое главное в летний период времени, это бассейны. Их тут два, детский и взрослый. Точную глубину по бассейнам сказать не могу, но примерно при моем росте метр семьдесят шесть сантиметров, глубина детского бассейна не выходит по пояс. А в большой бассейн, в самом глубоком месте, я погружаюсь под воду полностью с головой. Значит там будет глубина примерно 180 сантиметров. Вода чистая и хлорка не воняет. Когда только залазишь в воду, то поначалу кажется прохладно, но потом быстро привыкаешь. Наши дети сидели бы в этих бассейнах все время, если бы мы периодически не угоняли их погреться. Шезлонгов всем было достаточно, хоть и занимают некоторые гости эти шезлонги с шести часов утра. А вот с зонтами от солнца тут не порядок, я бы сказал что они просто убитые. Чтобы разложить зонт, его нужно зафиксировать куском проволоки. При этом все равно его будет крутить ветром вокруг своей оси на 360 градусов, потому что и нижний фиксатор тоже полностью убитый. А этот фиксатор проволокой уже никак не закрепить. Не знаю как насчет других зонтов, но те два зонта, которые были у нас и у наших друзей, были просто убитые. Возле бассейнов есть бар, называется кафе пул бар. И в нем есть очень интересная особенность. Открытая площадка оснащена системой орошения. Выглядит это примерно так. Под давлением из форсунок распрыскивается очень мелкая вода. То есть нет никаких капель. Это больше напоминает по виду как пар. Только холодный. Лично меня эта система реально удивила. Потому что подобного я не видел даже в гостиницах вип уровня в Турции. Время работы бара. В будни с 9 утра до полуночи. Суббота и воскресенье с 9 утра до 2 часов ночи. В этом баре вы можете заказать себе не только выпить, но и перекусить. К примеру пиццей. Либо чем-то еще, что смогут предложить вам по меню. По напиткам выбор вполне нормальный. Некоторые цены вы видите прямо сейчас на экране. Что касается крепкого алкогольных напитков, то тут тоже есть из чего выбрать. Единственный жирный минус, лично для меня, это то, что тут нельзя рассчитаться банковской картой. Так что друзья, если вы собираетесь тратить деньги в парк Росклабе, не забудьте взять с собой для этого наличных денег. Давайте же подведем итоги. Друзья, лично мне и моей семье тут понравилось. Отличные условия проживания, хорошее питание, есть чем заняться детям и взрослым. Тут чистый воздух и очень красивые виды. Ухоженная территория возле основной инфраструктуры комплекса. Собственно говоря, это и были основные плюсы парк Росклаба. Теперь о другой стороне медали. Так как парк Росклаб находится в лесу, то вечером тут просто тьма комаров. Так что друзья, обязательно берите с собой фумигаторы, спреи и все остальные средства для того, чтобы спасаться от комаров. Второй не очень приятный момент связан с тем, что часть этого туристического комплекса уже требует реновации. Так как год открытия 2010 уже сказался на некоторых сооружениях. При этом некоторые объекты инфраструктуры даже еще не довели до ума. К примеру, спортзал. Дальше. Большая часть территории позарастала бурьянами. Как минимум его нужно косить. Но гораздо бы интереснее выглядело, если бы это были газоны. Я понимаю, что это затратно. Но даже в пустыне в Египте гостиницы поддерживают большие зеленые территории. Дальше. Я был удивлен, что нет пандусов для спуска к бассейнам с коляской. Поэтому от основного корпуса обходить с коляской придется примерно метров сто. А от тихого корпуса все 500 метров для того, чтобы попасть с коляской к бассейну. Друзья, хоть я и был удивлен этим моментом, но в целом такая картинка почти во всех базах отдыха в Украине. Друзья, ну все то, что я перечислил выше, это было цветочки. Больше всего меня поразили вот эти две хозяйственные постройки древнесоветского возраста. Лично я не понимаю, как такое может быть на территории такого туристического комплекса. Да еще и у всех на виду. Да, я понимаю, что эти хозяйственные постройки никак не влияют на качество отдыха. Но тем не менее, я считаю, что это просто неприлично иметь здание в таком виде на своей территории. Итак, мое мнение. Если вы будете ехать в парк Ростклаб с определенными требованиями, то вполне возможно, что вы будете разочарованы. Но если вы с пониманием относитесь к жизни и приедете сюда с позитивом, то ваш отдых в парк Ростклабе будет на 5 баллов из 5. Что касается выгоды, то по сравнению с отдыхом Турции, естественно в Украине получается отдых выше по стоимости. Но тем не менее, я рад, что у нас в Украине уже стали появляться такие туристические комплексы, где можно комфортно с семьей провести пару дней отдыха. Друзья, это был общий обзор туристического комплекса парк Ростклаб. Также мы добавим на наш канал в Ютубе и другие ролики, где вы сможете детально рассмотреть территорию парк Ростклаба. Те подписчики нашего канала, кто хочет выиграть подарок, обязательно досмотрите видео до конца, чтобы узнать, как выиграть один из подарков от нашего канала. А тем, кто хочет быть в курсе самых горящих туров на отдых за границей, мы предлагаем подписаться на нашу рассылку в телеграм-канале. Ссылка будет под этим видео. В нашей рассылке вы найдете самые выгодные цены на отдых за границей с вылетом из любого аэропорта Украины и не только. Друзья, вот и прошел наш патент в туристическом комплексе парк Ростклаб. С всеми впечатлениями от... я уже поделился с вами в этом видео. Ну и теперь пришел тот момент объявить о подарках от нашего канала. Смотрите, предлагаем вам поделиться своими впечатлениями о поддыхе в этом туристическом комплексе в комментариях под этим видео. И среди всех подписчиков, которые оставят свои впечатления по этому туристическому комплексу, мы разбираем вот такие вот два монопода для селки. Все детали, как вы, подарок от нашего канала BSN Travel, вы сможете прочитать в моем комментарии под этим видео. Ну и на этом мы закончим нашу инспекцию в туристическом комплексе парк Ростклаб. Всем спасибо за внимание, хорошего настроения и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok